Издательский дом «Городец». А. М. Олликайнин. Контейнер. У загородной резиденции известного в Хельсинки семейства Лех Мусоя обнаружен контейнер с телом женщины. За расследование берется комиссар полиции Паула Пихлая. Постепенно становится ясно, что преступление связано с бизнесом, который Лех Мусоя много лет назад вели в Африке. В жизни самой Паулы тоже разворачивается драма. В молодости ей пришлось отказаться от ребенка, а теперь, спустя 20 лет, ее сына обвиняют в убийстве. Паулу мучает не только чувство вины, но и вопрос, что она может сделать, чтобы спасти сына. А. М. Олликайнин. Псевдоним супругов Акки, 1973 года рождения, и Миллы, 1974 года рождения, Олликайнин. Оба состоявшиеся писатели. Роман Акки Олликайнин «Белый голод» вошел в лонг в лист Букеровской премии 2016 года. А Мила Олликайнин автор трех детективов, один из которых в 2012 году стал победителем финского конкурса детективов «Криминал» Рикос. «Контейнер» — их первый совместный роман, ставший лауреатом того же конкурса в 2019 году. Это первая книга из задуманной авторами серии романов про Паулу Пихлая. Январь. Утреннее солнце подрагивает в облаке выхлопных газов, окрашивая дома в мутно-желтый цвет. Из-за торгового центра появляется неопрятного вида мужчина. Для столь морозной погоды он одет на удивление легко. На мятом пепельно-сером пиджаке и брюках без стрелок видны большие и маленькие пятна, о происхождении которых лучше не думать. Даже внимательному прохожему не придет в голову, что этот костюм, который и на переработку-то не отправить, когда-то обошелся владельцу в четырехзначную сумму. Мужчина, пошатываясь, бредет в рассеивающемся тумане. Он осознает, что улица ему незнакома и больше пока не понимает ничего. Он делает глубокий вдох, вбирая в себя туман, и пространство для мысли в его голове появляется лишь тогда, когда пар изо рта растворяется в морозном воздухе. Сперва приходят мысли о том, что неизвестно, где он находится, как сюда попал, долго ли шел и вообще, кто он такой. Все вокруг имеет нечеткие очертания, колышется и плывет, как если бы фотоаппарат с автоматической настройкой резкости не мог поймать фокус. Мужчина прислоняется к заиндевевшему окну супермаркета. В нос тут же бьет тошнотворная смесь запахов, мочи и перегара. Человек по ту сторону стекла прижимает ладонь к его ладони, но он не узнает в этом человеке себя. У отражения его черты лица, но белки под нависшими веками покраснели, словно кто-то втер ему в глаза толченое стекло. На голове шапка с логотипом банка, разорившегося много лет назад. Он проснулся на диване в захудалой двухкомнатной квартирке. Из приоткрытой двери доносились звуки по телевизору, говорили что-то о физиологических процессах. На большой кровати спали двое незнакомцев. Это были люди, явно не его круга. На кухонном столе среди пустой тары он обнаружил полупустую бутылку водки Суоми и, хорошенько приложившись, убрал ее в карман пальто. Из выпивки сначала был кальвадос, потом коньяк, иксо и виски с овой. Впрочем, это было давно, несколько дней или даже недель назад. Протрезвев, он понял, что утратил чувство времени. Судя по щетине, запой длился дней девять. Рука, которую он прижимает к стеклу, покраснела от холода. Суставы опухли, пальцы не слушаются, несмотря на все усилия. Он вдруг осознал, как сильно замерз. И это неудивительно, после неудачной попытки помочиться, его забрызганное пальто отправилось в мусорный бак. Мужчина пытается заговорить с прохожими, попросить их о помощи, но вскоре понимает, что речь бессвязна. Он видит людей на остановке и направляется к ним, но ноги не слушаются, уводит его в сторону, а затем начинает разъезжаться. В итоге, почти добравшись до навеса, он падает на колени. Ему протягивают цветы. Их много, они пестрые, и букет выглядит вульгарным. Мужчину это немного коробит, как-никак вкус у него имеется. И все же он с улыбкой бормочет слова благодарности девушки в деловом костюме. Кладет цветы на кафедру, склоняется к микрофону и, глядя на публику, произносит волшебное слово «сострадание». Люди на остановке расступаются и отводят взгляд. Когда автобус, наконец, увозит их, в воздухе повисает неслышный вздох, облегчение. «Меня зовут Ханнес Лехмусоя», — вдруг вспоминает мужчина. «Я успешный бизнесмен, известный меценат, покровитель современного искусства. В этот момент его сфинктер расслабляется, и теплая жижа течет между ягодиц. Благодаря этому удается произнести сквозь зубы первое членораздельное слово «черт». На другой стороне улицы Ханнес видит сквер. Собравшись силами, он поднимается на ноги, сжимает бедра руками и в таком положении начинает переходить дорогу. Посреди проезжей части Ханнес останавливается, мысли немного проясняются. Слышен визг тормозов, и в паре метров останавливается грузовик. Ханнес рассматривает шильдик «Вольво» на кабине. «У меня тоже Вольво», — думает он, отпуская собственные бедра, а затем выпрямляется и нетвердым шагом двигается дальше. За разделительной полосой что-то проносится перед ним. Машина, разумеется, это машина, которая чуть не задевает его. Сквозь тонкую рубашку Ханнес чувствует воздушную волну. Водитель грузовика сигналит. Не удовлетворившись этим, он опускает стекло, высовывается из кабины и орет. Слов не разобрать. Ханнес плетется дальше, спотыкается о бордюр, чудом удерживается на ногах, добирается до скамейки и валится на нее. Сострадание. И еще одно волшебное слово по значению «родственное состраданию» — солидарность. Когда выступаешь, важно сохранять зрительный контакт с аудиторией, адресовать свои слова каждому из слушателей. Это придает речи некую интимность. Возникает впечатление, что общаешься не со всеми людьми сразу, а с каждым в отдельности. Объект обращения можно менять, но лучше не делать это слишком часто. Я часто слышу, что истинная солидарность ощущается только по отношению к определенной группе людей. Ханнес не любит использовать возвратные глаголы. Это проскользнуло случайно. Стилистическая неточность. Он делает паузу и заглядывает слушателю в лицо. Глаза из-под меховой шапки смотрят испуганно. Детские черты. Ребенок отступает на шаг, кто-то осторожно трогает Ханнеса за плечо. «Вы в порядке? Может вызвать скорую?» Ханнес поднимает руку. Этим жестом он хочет показать публике, что пауза была намеренной, что он не утерял нить повествования. «Меня заберут». «Вы уверены?» «Надо передохнуть». Мать с ребенком уходят своей дорогой. Удаляясь, они оглядываются. Женщина достает из сумочки телефон, но тут же убирает обратно. Ханнес смотрит им вслед. Пауза затягивается, пора продолжить выступление. Кажется, только что было холодно. Теперь нет. Ему хочется остаться здесь, он должен говорить дальше, презентовать проект сострадания, финансируемый фондом, который носит его имя, и ловит новый взгляд из аудитории. «Чем ограничена солидарность?» спрашивает Ханнес белку в зимней шубке. «Семьей?» «Ближним кругом?» «Заканчивается ли она там, где проходит государственная граница?» «Касается ли истинная солидарность только тех, кто похож на нас, тех, с кем мы себя отождествляем?» «Заканчивается ли она там, где начинается море?» «Нам ли финам не знать из истории, что водоемы не разделяют, а напротив связывают тех, кто живет вдали друг от друга?» Белка склоняет голову, и Ханнес непроизвольно копирует это движение. «Недостаточно ли для зарождения сострадания малейшего объединяющего фактора?» «Все мы — люди, несмотря на национальность, цвет кожи, возраст и пол. Ты и я. Мы ведь с тобой похожи», — говорит он и заглядывает в беличьи темные глаза. Белка вздрагивает, спрыгивает на снег и скачет к покрытой иним березе. Провожая ее взглядом, Ханнес видит узкую тропку, которая проходит мимо дерева. Он поднимается и идет вслед за белкой. Минует розовый куст, который под слоем снега напоминает качан цветной капусты. Ханнесу больше не холодно. Напротив, тепло, приятно. Он обожает субэкваториальный климат. Влюбился в него с тех самых пор, как побывал здесь впервые, и, уезжая всякий раз, мечтает вернуться обратно. Маленькая обезьянка, за которой он устремился, сидит на ветке акации и с любопытством смотрит на него. Ханнес усаживается под кустарником. Это его дом. Здесь душа отдыхает. Синее небо, кучевые облака, родившиеся над Южной Атлантикой, и теперь медленно плывущие над саванны. Бескрайняя равнина. Акации там и сям. Вот было бы здорово увидеть антилопу, которая прогуливается в их тени. Ханнес глядит на небо. Солнце, которое еще минуту назад подрагивало в холодной дымке, теперь обрело ясные очертания и стало желто-оранжевым. Его свет ослепляет. Он чувствует. Антилопа где-то рядом. Она приближается. Он не видит животного, но явственно ощущает его присутствие. Наконец, появляется морда антилопы. Она черно-белая, и Ханнес обнаруживает, что на ней нет шерсти. Белая — это кость. И из антилопьего черепа прямо на него смотрят большие черные беличьи глаза. Субтитры создавал DimaTorzok